Муниципальные отделения Республиканского общества инвалидов будут контролировать процесс доставки на места средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Такое решение принято на встрече, организованной Народным фронтом. Круглый стол объединил представителей общественных организаций, соцстраха и поставщиков медицинских товаров. Как выяснилось по закону, средства реабилитации должны доставлять до дома или до специально отведенного помещения. Но оба этих условия чаще всего в КОМИ не выполняют. И инвалиды не могут вовремя получить необходимые им товары. Юлия Андреева выслушала все стороны. Разговор об обеспечении инвалидов средствами реабилитации обещал быть непростым. Таковым и стал. Обсуждение периодически перемежалось взаимными обвинениями. Оказалось, поставщики зачастую незнакомы с географией Республики. Доставляют товары до райцентра и считают свою миссию выполненной. Не задумываясь о том, что до этого центра некоторым жителям отдаленных деревень порой приходится преодолевать больше сотни километров. Не всегда контракты исполняются в соответствии с тем, что прописано. Мы с ними работаем. Есть замечания к поставщикам. Наверное, есть у поставщиков и к нам определенные замечания. Стороны, впрочем, признавали. Недостатки в работе есть у всех. Так инвалиды, как выяснилось, зачастую не представляют, на какую помощь они могут рассчитывать. Как только начали раскручивать тему, то мы как раз и увидели, что инвалиды не просвещены совершенно в том, какие технические средства реабилитации им нужны, как эти средства могут им помочь, облегчить их жизнь, где их можно взять, что необходимо заполнять индивидуальную программу реабилитации, как ее заполнить. Решить проблему на местах пытаются. В Ухте, например, были организованы общественные пункты проката технических средств реабилитации. Впрочем, такие благородные, но все же немасштабные инициативы исправить ситуацию не могут. Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Павел Поташов считает, решать проблему нужно на федеральном уровне. Мы очень рассчитываем на то, что общество инвалидов, которое в республике у нас возглавляет Колпачева Михайловна и фонд социального страхования найдут наконец точки соприкосновения. И те слабые места, о которых было сегодня много сказано, тех рекомендаций, которые мы будем давать на стол главе республики, фонду центральному Москве, штабу Народного фронта, там будут изложены изменения в федеральном законодательстве. Сегодня выяснилось много проблем, просто провалов в федеральном законодательстве на региональном уровне. Затягивать с решением проблемы нельзя, считают активисты Народного фронта. Вопросы обеспечения средствами реабилитации касаются нескольких тысяч жителей республики. По статистике инвалидами является 10% жителей Коми.